всем привет меня зовут дмитрий шимко и в данном ролике я расскажу о знаке зодиака рыбы а точнее о том как они себя будут ощущать в 2019 году вот из всего зодиакального круга для рыб пожалуй это самый знаковый год и причем он не один а это целая последовательность циклических лет когда стартует изменение фундаментального уровня изменения жизненно важные карьеры личной жизни и место жительства в первую очередь для многих рыб уже был были эти звоночки в 2018 году в первую очередь это касается самореализации изменения то есть многие пытались удерживать то что было достаточно длительный эпизод в прошлом и вот 18 год год собаки он подвел черту либо уже подведет черту в 2019 год желтой земляной свиньи или кабана для того чтобы начали реализовываться в какой-то новой сфере в каком-то более масштабном проекте я как раз думаю что это может быть небывалый карьерный рост чего ранее вы могли не испытывать особенно рыбы рожденной после 1975 года и моложе но благодаря или вопреки а большинство рыб или ну скажем так значимая часть захотят отделиться от коллектива заняться чем-то своим скорее всего скорее всего это произойдет благодаря самостоятельной работе либо вопреки общественной работе то есть выбирайте сами если вы работаете на кого-то это не значит что вы уйдете от успеха но если вы все-таки придете в самостоятельный путь то это будет гораздо более продуктивным моментом вашей жизни наконец-таки можно будет добиться расположение каких-то действительно влиятельных людей на вашу судьбу очень сложный психологический аспект 2019 года до какие-то ошибки допущенные последние два-три года придется пожинать эти плоды особенно в личной жизни то есть какие-то отношения которые давно исчерпаны еще там три года назад наконец-таки год кабана начинает подводить черту под всем этим разрушать все это то есть карьерой личная жизнь многие переедут изменит страну проживания город проживания то есть как будто бы жизнь начинается с нуля конечно какие-то предпосылки еще в тот самый загадочный романтичный 2018 год многие рыбы могли уже почувствовать в девятнадцатом году уже нет романтики нету никаких мечт никаких иллюзий есть исключительная прагматика и начало к действию вас год поставит таким образом и задачи перед вами чтобы вы не расслаблялись но я думаю что и не получится этого сделать по сути нужно будет заниматься срочными делами то есть вот внезапно возникают какие-то проблемы их надо решать а также нужно планировать то о чем я сказал самом начале проекты которые будут греметь на долгие годы вперед развиваться в стратегическом плане но многим рыбам придется переквалифицироваться переобучиться я думаю что самый знаковый эпизод для рыб это второе полугодие 2019 года где уже невозможно держаться за прошлое где старт настолько мощный что эта волна вас понесет вперед нужно будет отвлекаться то есть весь год он на таких вот перебивках то вы решаете вопросы семьей с личной жизнью то у вас в работе какие-то моменты то есть вот постоянные перебивки временно досуг практически нет то есть абсолютно знаковые фундаментальные вещи которыми придется таки заниматься в 2019 году что еще хотелось бы сказать да много придется общаться с партнерами то есть здесь очень важный момент это партнерские отношения в 2019 году рыбы которые работают на кого-то они могут получить предложение от вышестоящего руководства для продвижения рыбы которые работают на себя или хотят это делать они как раз будут инициаторами поиска себе партнера для деятельности считая что самостоятельно они не справятся и это действительно будет правильным выбором в одиночку в девятнадцатом году не стоит идти в двадцатом уже можно а в девятнадцатом лучше заручиться возможно каким-то более опытным напарником это можно примерять на любой род деятельности вне зависимости от того чем вы занимаетесь надо будет все таки укреплять свое психическое здоровье вообще год очень подвижный а в плане психосоматики то есть нервозный дерганый такой колючий со многими придется распрощаться в том числе друзьями с которыми вы со школы дружите и к 50 годам решили от них отойти да это может быть это черта которая подводится по до всем в 2019 году для рыб этот год поистине будет знаковый это ремонт это смена страны или ремонт недвижимости улучшение недвижимости расширение недвижимости какие-то мелкие бытовые ссоры то есть все это комом каким-то идет вот год вам не даст скучать это точно никаких расслаблений но сейчас я пробегусь по годовым циклам чтобы более детально по восточному гороскопу обозначить позиции и так рыбы рожденные в год быка как они себя будут ощущать 2019 году в принципе будут поставлены цели очень высокие рождены год быка в карьере и на любовном фронте так скажем то есть нужно будет поставить цели идти к ним для рыб свободных рожденных год быка этот год может принести качественные знакомства но не совсем лирического плана то есть скорее вы будете относиться к этому как к работе такие отношения могут быть долгими а могут быть навсегда но откуда они берутся непонятно но у вас будет такая цель и вы к ней будете идти на пролом и вы к ней обязательно придете далее рыба рожденный в год крысы здесь больше психическое психологическое состояние очень важно то есть нужно будет отдыхать перед большим рывком а вот кстати для рожденных год крысы очень знаковое время 18 19 годы когда ломается такая уже парадигма старой деятельности там где ваши таланты себя можно сказать исчерпали на этом поле вам придется учиться вот как раз для вас заход в новую карьеру девятнадцатый год является точкой отсчета потому что понять кем вы стали вы сможете года через три а сейчас вы только начнете крутиться в эту сторону но не бойтесь распрощаться со старой деятельностью это абсолютно нормально так же как и со старой личной жизнью который уже болтается неизвестно сколько далее рыба рожденный в год тигра очень креативный год для тигра им вот это как раз те представители которые захотят отсоединиться от общественности уйти из коллектива начать какое-то свое дело им на них будут давить эти рамки которые поставлены изначально там руководством организации и так далее но оказывается у вас есть другие способности у вас есть другие таланты вы обязательно их раскроете в 2019 году единственное что нужно будет выбрать а что именно вы хотите взять за основную цель какую цель вы поставите основная самореализации не все же сразу не все те грани таланта которые вы раскроете в девятнадцатом году то есть это сложный выбор действительно выбрать из тех моментов один который должен вас в итоге вывести на пьедестал в течение двух ближайших лет далее рыба рожденный в год дракона вот здесь вот очень важные коммуникации для дракона в год кабана то есть нужно будет уметь коммуницировать общаться в том числе с конкурентами с злопыхателями так сказать это касается кстати родственник связи то есть как-то сглаживать углы как-то все вас будут колоть все вас будут пытаться напрягать или выжать из коллектива если вы проявите мудрость и такое как вы это умеете делать мягко стелить но чтобы они потом жестко спали вот именно таким методом не огрызаясь вы сотрете в порошок всех конкурентов которые могут стать у вас на пути это касается кстати или лирической темы в том числе далее рыбы рожденные в год кота или кролика вот вам то придется много работать годы комфорта год петуха 17 год собаки 18 уже позади и девятнадцатый год заставит вас потрудиться может быть три работы может быть на двух должностях а может быть параллельно придется учиться где-то на кого-то но нужно будет зарабатывать финансы из-за внезапно разросшихся расходов скажем так но год в принципе комфортный несмотря на вот эти напряжение загруженность полную уже к концу девятнадцатого года ноябрь декабрь а вы поймете сколько вы всего сделали за весь календарный девятнадцатый год и мало не покажется это действительно далее рыба рожденной в год змеи достаточно такой вальяжный комфортный год хотя как и общих тенденций рожденных год рыбы придется переквалифицироваться придется такие в принципе неприятностей можно сказать не ожидается но тот комфорт жизни которому вы привыкли либо ну назовем это стабильностью она почему-то медленно то есть не резко именно медленно переводит вас в какое-то другое качество вот в первом полугодии вы еще по старым лекалам живете а во втором полугодии судьба вам предоставляет совершенно иную дорогу и вы не сможете не зайти на нее то есть в любом случае вам придется войти в новизну кстати это касается и личной жизни имейте ввиду что у рыб вообще в целом по по цикличности девятнадцатого года это год разрушения старых ненужных связей отношений которые вам не нужны ровно для того чтобы вам предоставить возможность для новых отношений которые могут быть гораздо более качественной чем все то что у вас было до этого далее рыба рожденный в год лошади в первую очередь удачный год для реализации себя в новой профессиональной сфере а может быть в старой профессиональной сфере но а в новом качестве в новом повышенном качестве я бы так сказал тут еще этим представителям рекомендация но в принципе вы к этому скорее всего придете если вы типичные представители это внешний облик это свое здоровье это избавление от каких-то вредных привычек например то есть в принципе год такой сподвигает к этому то есть есть финансовое благополучие есть много работы и технический такой профессиональный рост так что вам удачи далее рыба рожденный в год козы или овцы кому как удобней а вот для этих рыб год будет действительно динамичный с первую очередь физическом плане то есть много поездок множество перемещений по миру командировок в первую очередь это могут быть зацепки действительно касающиеся вашей деятельности но если у вас нет деятельности то это может быть досуг то есть в виде перемещений но зато серьезные деньги вы можете действительно серьезные деньги получить то есть улучшить свой скажем так материальный доход в 2019 году далее рыба рожденный в год обезьяны и как же они себя будут ощущать в 2019 году а вот этим рыбам действительно нужно отделяться эти рыбы почувствовать себе коммерческую жилку обнаружат какие-то таланты где они могут не только начать какое-то дело но и навыки управления навыки менеджмента какого-то какая-то чуйка появляется если вы давно уже в предпринимательстве то это может лишь означать то что вы переходите на новую ступень развития в своем деле девятнадцатый год никак не может оставить вас равнодушным или таким стагнационным каким мог казаться 2018 год прошлый таким мягким этот год вас волнами подбрасывает он вам дает возможность новизны далее рожденные рыба рожденный в год петуха вот вот для этих романтических поистине романтических личностей судьба будет благосклонна здесь очень интересная метаморфоза происходит то о чем давно мечтали рыба рожденный в год петуха но возможно не прилагали никаких усилий к этому или может быть не было возможностей как-то само по себе начинает проявляться в 2019 году как говорится мечты сбываются да это как раз фраза актуальна для этих представителей кстати здесь еще и с личной жизни очень интересный момент что человек с которым вы могли общаться на протяжении там двух а может десяти лет не рассматривали его как партнера в личной сфере внезапно разворачивается ситуация в лирику вот это интересный момент обратите на это внимание далее рыба рожденный в год собаки но вы вышли из критической точки года обнуления с 2018 года собаки и теперь нужно будет вкалывать вы начинаете жить с нуля особенно это касается тех кто родился в 1982 году то есть нулевую позицию вы прошли и год кабана вам предоставляет новое новизну вы уже не имеете отношения к старому вы начинаете с нуля вкалывать на трех-четырех работах может быть сразу несколько проектов вы уже может быть развелись и сейчас самое время обустраивать свою новую личную жизнь особенно интересный эпизод лета лето как начинание в карьере осень как начинание в личной жизни но достаточно динамичный год вот вот эта вся буря которая поднялась еще в восемнадцатом она утихомирится но где-то к 21 там вы уже себя очень комфортно будете ощущать далее рыба рожденный в год кабана или свиньи но и входите в свой благодатный год год обнуление год нулевого цикла здесь надо подписывать долгосрочные контракты здесь нужно выходить замуж жениться разрушать все старое не тянуть люди с ослабленными датами рождения могут в этом году испытывать чрезвычайные негативные эмоции особенно касающиеся личной жизни потому что вы уже понимаете что все разрушено но никак не можете себе позволить самостоятельно принять решение это касается и деятельности которая в этом году медленно будет но уже достаточно четко намекать вам на то что она умирает чтобы вам предоставить возможность для реализации себя в первую очередь это касается рыб рожденных год кабана 1983 года кому на рубеже в эпизоде с 35 на 36 переход это самый знаковый год в жизни самая новизна жизни все с нуля кстати очень интересные для года кабана не знаю смотрят ли меня в этой возрастной группе рожденный 59 года необычный карьерный так скажем скачок то есть несмотря на возрастную группу вы как-то резко можете повысить свой статус и интересные год кабы кабана 1971 а у этих людей изменения в личной жизни то есть если вы например были в браке там 20-25 лет он может рухнуть но для того чтобы вам предоставить возможность для новизны а те кто уже в свободном плавании держите кабан с год кабана стабилизирует начинает начинает и стабилизирует то есть это такое точка подъема но на этом у меня пожалуй все единственное что я хотел бы сказать что в описании к этому видео есть ссылки как можно со мной связаться в том случае если вам мало этой информации а мы можем провести личную консультацию и по вашей дате рождения пообщавшись например по телефону или по скайпу разобрать всю вашу жизнь где именно у вас падение где у вас взлеты где вас деньги где у вас личная жизнь либо наоборот отсутствие он их обращайтесь за личной консультацией буду рад помочь меня зовут дмитрий шумко а я вам желаю в 2019 году удачи счастливо до следующей серии